Паяют усилители. Два их нужно сделать. Будем продолжать. Отдельно расскажу об электронике. Очень ответственный компонент прибора. Вообще идея на прибор очень простой. Это источник так называемого возбуждающего света. Это синий светодиод. Мощный светодиод. Дальше это подается на кювету. На образец, в котором есть какие-то частицы с хлорофилом. И хлорофил под воздействием этого синего света начинает флоресцировать. То есть сам испускает свет. В дальней красной области под правым углом. Через специальную систему оптических фильтров. Красные такие. Отсекается вот этот синий свет, рассеянный образцом. И пропускается только красный свет. Он попадает на фотодиод. Вот и все. Все ноу-хау, соответственно, по электронике состоит в том, как мы управляем этим светом. Ну и как мы детектируем эту флуоресценцию. У нас специальные такие приборы для анализа состояния растений в России практически не производятся. Есть одно место там в Красноярске. И этот прибор предназначен для довольно оптически плотных культур водорослей. Ну таких зелененьких. В морях, в океанах водоросли в тысячи раз в меньших концентрациях присутствуют. И здесь нужны другие установки. И вот таких именно в России у нас не делают. Я выкручиваю сам. И вот на приборах именно мирового уровня требуется очень высокое соотношение по сигналу к шуму. То есть технически требуется вот здесь не потерять сигнал на детекторе, не испортить его. И еще проконтролировать то, что мы подаем на вход. То есть сделать так, чтобы этот источник света тоже имел малые шумы. Ну и вообще хорошо воспроизводился по амплитуде. В таких дестабилизирующих условиях, по изменениях температуры. Вообще во времени, чтобы не дрейфовало. В общем, есть определенные технические требования к электронике. Чтобы изучать процессы фотосинтеза в живых растениях, нужно иметь возможность управлять вот этим источником света. И реализовывать как минимум два предельных режима облучения. Это режим очень высокоинтенсивного света. С плотностью порядка 2000 ватт на квадратный метр. Это то, что в принципе рука даже ощущает как тепло, если вот пучок с такой плотностью попадает на руку. На таком свету процессы фотосинтеза насыщаются. И вот если во времени посмотреть сигнал флуоресценции, то за одну секунду фотосинтез насыщается, а потеря энергии в виде флуоресценции, вот эта интенсивность флуоресценции, интенсивность нарастать будет в несколько раз. И вот нужно записать вот этот переходный сигнал в течение первой секунды облучения. Здесь самые первые фазы нарастания требуют временного разрешения порядка одной микросекунды, то есть одной миллионной доли секунды. И вот сигнал с фотодиода нужно быстро так цифровать. Вот в этом специфика этого прибора. И второй режим, вот это интенсивное облучение, второй режим это наоборот очень слабые импульсы, чтобы измерить флуоресценцию, не изменяя совершенно процессы фотосинтеза, то есть чтобы в нем не было вот этого нарастания. То есть фактически этот режим нужен, чтобы точнее измерить вот эту начальную точку в условиях сильно зашумленных сигналов приходится измерения повторять много раз. И для этого используются такие коротенькие импульсы вот этого светодиода. Их длительность имеет, ну, конкретно в этом устройстве 4 микросекунды время. И, соответственно, чтобы импульс был похож на прямоугольник, нужно обеспечить еще существенно более короткие фронты нарастания и спада. Вот это время нарастания, где-то меньше 100 наносекунд. Вот это такие специфические требования к электронике. Я вам рассказал, значит, показал уже усилитель сигнала. Вот я их тут закончил. Фактически это даже не усилитель, а, собственно, повторитель. Вот фотодиод. Это диод, у которого протекающий через него фототок пропорционален интенсивности падающего света. Фотодиод обычно используется под обратным смещением, то есть плюс, и земля более отрицательная. Значит, в отсутствии света здесь протекает только темновой ток, порядка 1 нанампера при комнатной температуре. И если попадает сюда свет, то появляется уже обратный ток, такой фототок. Его преобразуют в напряжение высокоомным резистором. 2 мегаома. Недостаток такой простой схемы в том, что нагрузить ее ничем нельзя. Аналоговый цифровой преобразователь не повесишь, потому что он тут же исказит работу этой схемы. Нужно более высокоомное входное устройство. Еще любая паразитная емкость, она есть даже на резисторе, и емкость монтажа, буквально одну пикофараду мы сюда добавим, уже приведет к тому, что у этой схемы появится собственная затяжка по времени. Если мы перемножим, то будет 2 микросекунды. Вот в ответ на прямоугольный импульс эта схема выдаст уже такой сглаженный прямоугольник с характерным временем 2 микросекунды. А нам нужно все-таки иметь 4 микросекунды, более-менее прямоугольные. Ну вот, соответственно, вместо такой схемы используется другая уже активная схема. Это так называемый преобразователь или конвертер токов напряжения, операционный усилитель. Выход. Ну и земля, ну либо тут смещен будет вход, но это не важно. Естественно, я не могу уж совсем популярно рассказывать, у читателей, у слушателей разный уровень подготовки. Ну, фотодиод в данной схеме будет подключен сюда. Отрицательное смещение нужно приложить уже, вернее, обратное смещение нужно приложить на эту клемму. Эта схема инвертирующая, то есть, чтобы получить положительный выходной сигнал относительно земли. Ну, какие-то вот такие импульсы. Здесь, допустим, плюс 1 вольт, например. Нужно обеспечить выходящий фототок, то есть, вот здесь источник будет потреблять ток, а соответственно, вот эта схема обратосвязи будет компенсировать его же путем генерации положительных импульсов. Ну, вот так это работает. В принципе, все это реализовано здесь, но задача, я повторю, не испортить сигнал, то есть, не внести в него каких-то дополнительных шумов. То есть, здесь и малошумящий усилитель используется, и еще даже один каскад на малошумящем полевом транзисторе, ну, вот он здесь есть, который устраняет такой неприятный эффект увеличения шумов за счет шунтирующего действия паразитной емкости фотодиода. Здесь есть такая неявная емкость при подключении фотодиода. Она шунтирует обратную связь, и эта схема начинает шуметь, как паровоз. Вот, чтобы этого не происходило, используется еще один элемент. Ну, вот, примерно так. Операционный усилитель дает здесь высокую линейность схемы, то есть, выходной сигнал строго пропорционален величине фототока. Там, наверное, в порядке 10-6, все это линейно работает. Ну, вот, и, соответственно, согласуется высокоомный источник сигнала с низкоомной последующей схемой, с низкоомным аналога цифровым преобразователем. И дальше уже АЦП цифрует его, преобразует в число, числа передаются в компьютер, и графики будут построены уже на экране компьютера. Вот это вот кривая. Она называется кривая индукции флуоресценции. Так, еще расскажу. Еще я закончил паять источник тока для питания светодиодов. Вот эти светодиоды, значит, для генерации большой интенсивности света, они сами по себе должны быть мощные. Ну, это трехваттники стоят, два светодиода будет в приборе. Значит, их питают, если так по-простому, во всяких фонариках, элементарная схема, есть батарейка, батарейка, резистор, который ограничивает ток, ну, задает и ограничивает ток, и, собственно, светодиод. Вот, чтобы моргать этим светодиодом быстро, вот с этими четырьмя микросекундами, нужно какой-то ключ предусмотреть. Вот. Ну, недостаток этой схемы такой, что стабильность, ну, совсем никакая. Для профессионального прибора она совсем не годится. Во-первых, напряжение питания здесь 4, ну, 5 вольт, если от USB шина питается. А на диоде падает 3,3 вольта. Соответственно, на резисторе только полтора. Вот. И небольшие изменения по питающему напряжению будут проводить к существенным колебаниям тока через светодиод. То есть, эта схема хорошо стабилизирует ток, только если напряжение питания много больше, чем напряжение самого диода. Там, в 10, в 100 раз, лучше в 1000 раз. И в низковольтной схеме резистор, как источник тока, работает отвратительно. Кроме того, вот этот светодиод при больших токах, а ток там будет равен 1 амперу в каждом светодиоде, он разогревается. И напряжение на кристалле, вот эти 3 вольта, они будут меняться. Причем они будут меняться даже в пределах вот этого коротенького импульса. Из-за того, что кристалл успевает нагреваться. Простая схема дает неудовлетворительные параметры. И нужна специальная, которая будет генерировать импульсы тока прямоугольной формы. Вот это время. Здесь 1 ампер у нас будет. А это ток через светодиод. Ну, с теми же самыми параметрами. То есть 4 мс или короче, или лучше. То есть более длинный импульс не проблема получить. И фронт порядка 100 нс или меньше. Сам импульс, его начало и конец, они определяются командами, логическими командами, проходящими с микропроцессора. То есть процессор только дает команду включить, либо выключить. Ну, по цифровому выходу. Амплитуда цифровых импульсов, она не имеет значения. И более того, она нестабильна. Тоже с микроконтроллера приходит какие угодно напряжения. Да и потоку с ножки микроконтроллера такой мощный светодиод не запитать. Вот, соответственно, эта схема, она по команде с контроллера генерирует эти мощные импульсы тока. То есть первично есть вход цифровой. Дальше есть здесь такая схема. Ну, генератор. Генератор импульсов. Импульсов напряжения. Вот, по команде с контроллера включено, выключено. Вот это будет вырабатываться такое у выходного, образцовое. Ну, скажем, 200 милливольт. И вот уже это образцовое напряжение, оно стабильно и во времени, и при колебаниях питающего напряжения, которое приходит с USB. Там на USB ужас что творится. Дальше вот этот импульс уже, стабильная амплитуда, преобразуется в импульс тока. Это другая такая, тоже довольно известная схема. Источник тока, управляемый напряжением. Ну, особенность его в том, что он просто довольно быстродействующий здесь. Фактически управляющий элемент это транзистор. Вот их тут аж 6 штучек. Маломощные, но быстродействующие. В параллели они работают. В эмиттере есть датчик тока. Резистор там 0,2 Ома. А в коллекторе стоит нагрузка, то есть светодиод. Это плюс 5 вольт. Управляющий сигнал в базу этих транзисторов приходит с элемента обратной связи. Я уж не буду здесь подробно рассказывать. Короче, обратная связь, она измеряет вот это напряжение на датчике тока и следит за тем, чтобы в любой момент времени форма импульсов тока, протекающего через светодиод, строго повторяла форму импульса напряжения, который приходит сюда, на вход источника тока. Вот так это работает. И усилитель, и вот эта плата управления светодиодом, это все аналоговое устройство. Есть еще область техники, в которой не все вытеснили цифровые технологии. И специалистов по аналоговой схемотехнике их все меньше и меньше так становится. Но для прибора мирового уровня навыки проектирования аналоговых схем должны быть. Дальше, вот после усилителя, будет стоять аналого-цифровой преобразователь. То есть это ключевое, на самом деле, устройство в приборе. Это то, что преобразует величину выходного напряжения в пропорциональный числовой код. И вот это преобразование делается линейно. То, насколько оно будет линейным, зависит от качества АЦП. 16-битный АЦП будет у меня. Я уже знаю, какой. Он меня всем устраивает. Тоже он малошумящий. Но чтобы, опять же, не испортить его, чтобы вытащить из него все те технические характеристики, которые заявлены в даташите производителя, нужно правильно развести плату процессора. Здесь у меня нету. Потом покажу. Осталось запаять процессор, или я бы его назвал, сигнальный процессор. Вот у меня есть готовая плата. Я ее вообще использую для всяких отладок. Если времени у меня не будет хватать, я ее и поставлю в прибор. Но хотелось бы, конечно, оставить этот образец. Ну, это микроконтроллер, в котором, собственно, программа заложена. Вот аналого-цифровой преобразователь. Это входной буферный каскад перед АЦП. Ну, есть еще тут микросхемка связи с компьютером. Она создает при подключении прибора к компьютеру виртуальный последовательный порт, и через него идет обмен данными. Сердце прибора – это вот этот АЦП. Все его хорошие характеристики, линейность, шумы – это все определяется этой микросхемкой. И еще есть вторая платка. Она таким бутербродом одевается. Одной рукой я не знаю, соберу я, не соберу. О, собрал. Здесь монтируются всякие еще периферийные устройства. Там всякие передатчики, там источник питания, мешалки. Но это все не используется в данной конструкции. Здесь вот я только спаяю источник напряжения питания для усилителей. Здесь высоковольтный усилитель относительно 36 вольт мне нужно получить. Это вот так выглядит вот эта же верхняя плата с куском для усилителя. Ну, повышающий здесь ходовой преобразователь. В общем, дроссель, схемка, короче, ерунда. За сегодня я точно успею. А вот с основным контроллером вряд ли. Все-таки где-то в два дня уходит на весь комплект плат. Ну, и скруглить надо будет это все, чтобы в круглый корпус влезло. Это вообще у меня универсальная такая, очень удачная схема, отработанная. Это вот разъемы программирования. Много я уже сделал приборов с этой схемкой, но иногда приходится ее напильником подогнать. Сейчас буду паять. Итог моей сегодняшней примерно 6-ти часовой работы. Ну, если бы я тут не снимал, это чаи не гонял, наверное, бы это чуть побыстрее получилось сделать. Платы первично отмыты 92-ым бензином. Потом можно почище еще пройти спиртом или ацетоном. Но спаяно это не значит, что заработает сразу. Вообще бывают, конечно, косяки в монтаже. Бывают неправильно упакованные детали. Поставщиком в транзисторе мне такое попадалось. Но правильно собранное устройство, как это говорят в журнале радио, наладки не требует и начинает работать сразу. И в большинстве случаев так оно и случается. Поэтому тестить отдельно смысла нет. Буду уже испытывать в приборе. Естественно, постепенно подключая одно устройство за другим, чтобы не погорелось что-то. Но главное сейчас это быстрее установить все эти платы в прибор. Дальше разберемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...